Спачекс испытала мощнейшую в мире ракету Ampersand NBSP. Американская Спачекс провела 24 января 2018 года статические огневые испытания «Фальчон» и «Авы», сообщил в Твиттер глава компании Elon Musk. В ходе тестов на установленное в вертикальное положение на стартовой площадке 39А комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди самой мощной в мире ракете были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D первой ступени, центрального блока с парой боковых ускорителей. Силовые агрегаты запустили на 12 секунд. В ходе тестов проверялась работа критически важных систем ракеты. По хештегам «Решетка Фальчон» и «Авы» и «Решетка Спачекс» в Твиттере можно отследить реакцию пользователей сети, ставших свидетелями огневых испытаний. В частности, отмечается, что рев 27 двигателей Merlin 1D был слышен на расстоянии более 50 километров от стартовой площадки, а район испытания кутало плотное облако. Конструктивно первая ступень «Фальчон» и «Авы» состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне тяжелой ракеты «Фальчон-9». На низкую опорную орбиту «Носити» способен выводить 63,8 тонны груза. Стоимость пуска составляет 90-120 миллионов долларов. Запуск «Фальчон» и «Авы» запланирован на январь 2018 года. Ракета отправит к Марсу личную машину «Маска Тесла Редстер». Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет, грузоподъемностью от 50 тонн на низкую околоземную орбиту, дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса «Точка-1», «Сатурн-5», применялось в американской лунной программе. Все четыре старта советского носителя «Н-1» были неудачными. Второй советский сверхтяжелый носитель «Энергия» запускался дважды, оба раза удачно. Субтитры создавал DimaTorzok